В ходе 10-го дня слушаний по делу Конрада Мюррея, которого обвиняют в непреднамеренном убийстве Майкла Джексона, присяжные заслушали показания доктора Кристофера Роджера, который проводил вскрытие тела певца. Специалист сообщил присутствующим, что считает маловероятным факт самостоятельного введения дополнительной дозы пропофола Джексона. Свои выводы он основывает на изначальных показаниях самого доктора Мюррея. В день, когда Бейонт сообщил журналу People о своих чувствах по поводу предстоящего материнства, интернет взорвался обсуждениями формы живота певицы. Многие обратили внимание, что во время выступления в австралийском ток-шоу посередине ее живота появилась складка, как только она приняла сидячее положение. Это послужило толчком к появлению слухов о том, что ребенка певицы вынашивает суррогатная мать. Представитель Бейонт отвергся обвинений и назвал эти предположения смешными и не имеющими ничего общего с реальностью. Певица Адель получила наибольшее количество номинаций American Music Awards в этом году. Список номинантов огласили во вторник. Адель оказалась среди претендентов на награды в категориях «Исполнитель года», «Лучшая певица», «Лучший современный исполнитель» и «Лучший альбом для 20-летних слушателей». Вручение наград состоится 20 ноября. Тейлор Свифт получила очередное признание. Звезда музыки в стиле кантри стала «Женщиной года» по версии журнала Billboard. Певица и композитор стала самой молодой обладательницей этого звания за всю историю. До нее «Женщинами года» становились Бейонтс, Риба Макентайр и Ферджи. Риба Макентайр Cer escapes из Бейонтс! «НАМИ ВОИГРА ЛИРИ Mash Aqui для чего больше правил». Продолжение следует...